Привет, друзья! Ну, скоро у нас будет вебинар с Романом Газенко, психолингвистом, режиссёром, сценаристом, журналистом, в общем, но самое главное другое. Ну, не самое главное, конечно, но что мне сказать, если у него дед, основоположник космической медицины. Ну, генерал-лейтенант Газенко Олег Георгиевич, потрясающий был человек, вы пока посмотрите, там кипит и так послушайте. Мне Роман рассказывал, что произошло, оказывается, в космосе, когда Королёв, ну, поручил, значит, подобрать собачек, чтобы отправили их, как испытатели, вначале в космос. Что произошло, и как они там испытывали невесомость, и как они возвращались. Ну, в общем, это очень важно, очень важно, и, пожалуйста, и самое интересное, что когда мне Роман это рассказывал, потом он мне прислал видео, на котором есть документальный фильм есть о космических собачках. А я всё ждал, когда я буду смотреть, когда проходят там и Олег Георгиевич Газенко там, и Королёв там, ну, в общем, все-все там, которые этим занимались. А я всё ждал, когда там появится Мила Роткевич. Ведь земля на самом деле круглая, а не квадратная. Вот все, оказывается, друг друга знают. А Мила Роткевич, это моя была приятельница, с которой мы дружили много лет, и которая работала в Москве, и она работала в этом институте, она белку и стрелку готовила. Представляете? Ну, короче говоря, это всё очень интересно, вот, и мы ещё об этом потом поговорим, потому что самое главное, я хочу Романа попросить, чтобы он рассказал, как они там испытывали невесомость, и как в следующий раз собаки к этому отнеслись, несмотря на перегрузки там и всё прочее. Он расскажет, это очень интересно. Вот я думаю, или мы с ним сделаем, или прямо на вебинаре, тогда ему надо, чтобы вы напомнили об этом, он два слова скажет. Но вообще-то, вебинар будет очень плотный, потому что он там будет помогать нам всем понимать корни слов, извлекать корни слов. И уже мы в ролике говорили, какие слова первыми, ключевыми он хочет расшифровать для нашего понимания, чтобы мы понимали их все одинаково. Это очень важно, потому что такие слова, ну, как совесть, например, счастье, например, ну, каждый трактует по-своему. Ну, там много таких слов он там произносил. Он будет раскрывать их ключевой смысл, и мы вдруг будем обнаруживать, что мир, в котором мы живём, не случайно такое происходит. А потому что эти слова тоже отчасти, и, может быть, даже в большой части, поскольку они кодируют наше сознание. Вторая сигнальная система, отчасти, они как раз и являются причиной многих наших успехов и неудач. Ну, посмотрим, посмотрим. Это очень всё интересно. Я ещё раз хочу сказать, Земля круглая на самом деле. Потому что те, которые там заявляют, сейчас чего только не заявляют, что Земля квадратная, а ещё говорят, что Земля внутри пустая, и небо, кажется, не на небе, а внутри Земли. А раньше ещё была теория льда и пламени. Ну, ладно, мне уже звонят. Пока, друзья, пока. До встречи.